Творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли Татьяна Салмановна Мактум Сайфудин Исключите из своей речи такие словосочетания, как «не могу», «никогда» Такие подобные слова наполняют мысли и речь неудачей Тренируйте себя, приобретите привычку говорить только положительно Утверждайте каждый день «я люблю деньги» и с каждым днем становится все больше и больше в моей жизни Я являюсь магнитом для денег, программируя свое сознание на изобилие и благосостояние Когда мы мыслим позитивно, наш организм вырабатывает гормоны радости Эндорфины Соответственно, негативные мысли ослабляют организм и препятствуют достижению успеха и богатства Многие люди предпочитают думать о плохом, а не о хорошем А затем, удивляясь, в совпадению говорят «Так я и знал, что ничего из этого не получится» Так вот всегда Сами не понимая, что заранее запрограммировали себе результат Поэтому я призываю вас думать и говорить прежде всего о хорошем Настраиваться и приучить себя думать об изобилии Позитивные мысли наполняют нашу жизнь положительной энергией Которая, в свою очередь, притягивает все хорошее, в том числе и деньги, в нашу жизнь Сознание изобилия – это осознание и вера в то, что вы получите все, что вам необходимо в нужное время и в нужном месте Если вы поверите, что возможно все, то так и будет в вашей жизни Вы почувствуете внутреннюю силу и перейдете на совершенно иной уровень сознания Сознание изобилия – это осознание Здравствуйте, спасибо за просмотр! Здравствуйте, что вы читаете мою литер Меня зовут Татьяна, я русский лоя, поверите, позитивный путь и врач И врач Вы можете увидеть мою литературу и фотографию В этом моменте я живу в США В July я пойду в США Спасибо за внимание Что я хочу? Я хочу получить возможность Продолжение в России Создает лиossa Что я хочу пути в США В России В России Может там Интересно Тcreatурий В Санкт-Петербург в Мозже В Санкт-Петербурге Продолжение следует... 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 А также переводила мою книгу на английский. Давайте. С дисциплинированным сознанием. Why some people are rich and they prosper, while others do not? It must be that this prospering knows something which others don't. Or perhaps this other knows it too, but don't apply it to their lives. Лучше, конечно, это я... Знаете, у меня перевод из нескольких моих глав. А вообще почти я всю книгу перевела, да, и заказывала за деньги, чтобы мне перевели на английский. Лучше, конечно, я буду на русском. Лучше на русском. Лучше. Вот. Понялся. Вот так же смотрите мое трехчасовое видео, которое я сняла сегодня, хотя, так скажем, в моей творческой студии позитивного мышления сила позитивной мысли. Так что вот. 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 отрывки из моего видеосеминара, мои записи на моем компьютере мая 2007, 2008, 2006 годов. Джек Кэнселл, правило успеха. Просто скажите себе следующее. Ну и, конечно, какие-то цитаты, отрывки, но вы понимаете, да, если это какая-то цитата, какая-то это, я тогда уже говорю. Это вот Джек Кэнселл, правило успеха. Просто скажите себе следующее. Привыкните к мысли, что на пути к заветному золотому ключику вас ждет множество отказов. Золотой ключик, это волшебство. А что у Татьяны Салмановой в сумочке? Смотрите на моем другом видео. Я показываю, а что здесь? Это волшебные ключики. Это волшебные ключи от моего эллинга. цвета фуксистой в Петергофе. Когда полковник Харланд Сандерс со своей сковородкой и специальным рецептом жареного цыпленка по-южному отправился из дома на поиски счастья, он получил более 300 отказов, прежде чем нашелся кто-то, поверившим в его мечту. поскольку сам он более 300 раз отверг отказы, теперь у него 11 тысяч ресторанов, КФС в 80 странах по всему миру. Если один человек говорит вам «нет», просите кого-нибудь еще. Помните, на планете 5 миллиардов человек. Кто-нибудь, где-нибудь, когда-нибудь скажет «да». Не цепляйтесь за свои страхи, негодование или обиду. Ступайте к следующему человеку. Это игра в числа. Кто-то ждет вас, чтобы сказать «да». Ну, вашему предложению. Так что вот. Я помню эту историю успеха, когда он вышел на пенсию и получил свой первый пейджек. Он понял, что на эти деньги ему не прожить, что ему нужно чем-то заниматься. Он решил, чем. В общем, думал и придумал, что у него есть замечательный рецепт жареного цыпленка, который он решил предлагать «ресторанам». Вот о чем идет здесь речь. Дорогие друзья, ощущение того, что мы живем среди изобилия неограниченного богатства, привлекает это изобилие в нашу жизнь. И здесь я хочу уточнить, что изобилие и богатство – это не только деньги. Это изобилие здоровья, возможностей, времени. Каждый понимает счастье по-своему. И на это у каждого есть право. Ведь если обобщить, то каждый хочет… если обобщить, то каждый хочет быть здоровым, любимым, иметь достойное жилье, покупать хорошие продукты, иметь машину, учить детей, путешествовать. Это все естественно. И есть жизнь. У кого-то более высокие запросы, и это тоже великолепно. Так вот, возвращаясь к вопросу изобилия. Кто-то хочет сказать, какое изобилие. А я вам отвечу. У вас есть возможность использовать, пользоваться всем. Например, посещать музеи, воспользоваться фондами библиотеки и прочитать интересующие вас книги. Мы можем пойти в парк и насладиться прекрасными цветами, деревьями, которые там растут для всех, в том числе и для вас. Мы пользуемся, как я уже говорила, дарами в природе. ветерotto, Продолжение следует... Продолжение следует... Я верю в это. Это правда, чистая правда. Я чувствую это, и вдруг внезапно все становится удивительно красивым и более ярким. В жизни наступает такой момент, когда необходимо принять очень важное решение. Приняв которое, вы почувствуете внутреннюю силу, и обратной дороги для вас уже не будет. Будет только одна дорога вперед. Да, это решение необходимо принять сейчас, именно сейчас, потому что от него зависит очень многое в моей жизни. Имею ли я необходимые силы? Да, теперь я точно это знаю. Я осознаю всю ответственность за мое решение. Да, это именно так. Отныне я принимаю и безоговорочно люблю себя, и учусь принимать мир таким, какой он есть. Долгое время... Сейчас. Немножко здесь. Долгое время пыталась изменить мир вокруг себя, но теперь я поняла, что мир вокруг сможет измениться только в одном случае. Если я начну изменять изменения в себе самой. Только получив и приняв себя, я могу стать лучше, счастливее и богаче. И это именно так. Отныне я принимаю безоговорочно люблю себя, и учусь принимать мир таким, какой он есть. Теперь я точно знаю, что я особенная, уникальная и красивая. Именно такая. Я прощаю себя, все мои ошибки и неразумные решения. Я прощаю себя за все и решаю себя иногда ошибаться. Я являюсь частичкой вселенной, божественным созданием, свободным, радостным и чистым. Я прощаю себя и всех. И на мое удивление, я оказываюсь прощенной божественной силой. Да, именно так просто. Потому что мы оказываемся прощенными, если простили сами себя, и никто не наказывает нас, кроме нас самих. Теперь я разрешаю себе купаться во всеобъемлющей божественной любви. И моя жизнь наполняется светом, радостью, счастьем и завилием всяческих благ. И чем больше я благодарю за все дары, тем больше и больше нового, интересного и прекрасного открывается передо мной. Это высший пилотаж. А почему бы и нет? Мы с вами, друзья мои, стремимся все выше и выше. Кто нам может запретить? Мы с вами сами решаем, сколько любви и энергии нам иметь. И если мы решили, что мы обладаем силой и достаточной энергией, то так оно и будет. Мы же сами строим свою жизнь своими мыслями, словами и поступками. И только от нас самих зависят наше счастье и процветание. Я это знаю и делаю все от меня зависящее, а затем полностью полагаюсь на божественную силу. Теперь я смотрю на мир новыми глазами. Мое сознание ширится и растет с каждым днем. Все новые потоки энергии вливаются в меня. И эта энергия преобразуется в качество, в качественно новый уровень моей жизни и творчества. Я люблю себя и разрешаю себе быть богатой и счастливой. С вами Татьяна Салмановна Мактум Сайфудин. Очередная моя передача, моя творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли. Татьяна Салмановна Мактум Сайфудин. 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 Продолжение следует...